Зима не помеха, ведем поиск шире. Напрасно мы раньше никуда не спешили. Теперь камни с неба не дают нам покою. Я полезу и в грязь, и в снегу их разрою. Искать буду вечно, и у рек, и в пустыне. Любовь к неземному никогда не остынет. А сейчас мы должны все поля прочесать. Гость из космоса нас на меже может ждать. Земледельцы постоянно туда их бросают. Ведь упавшие звезды пахать им мешают. Невероятно, друзья, но нам камень попался. Кое-кто, кое-где уже оба... уже разругался. Никель, хондр и кора. Все в нем видно. Но спецам все равно. Давно им не стыдно. Привет, друзья. Этот ролик посвящается Тимуру Кричко Тимур, ты молодчина Если бы ты был честный человек, мы были бы как два брата Не, ну это шутка, конечно Просто Тимур там нас упомянул это И мы тоже как бы шутим по этому поводу В общем, смысл, если бы даже астероид упал к вам во двор То Тимур и его команда сказали бы, что это техноген Это, к сожалению, не шутка Поэтому, господа, не надо вот это вот По чуть-чуть друг другу гадить вот этими какими-то там комментариями Еще что-то, ну оставьте уже детство свое в покое Ну надо взрослеть чуть-чуть Значит, но Тимура, наверное, порадует И нас очень порадовал Вот, что электронная библиотека Киберленинга выпустила наш трейлер И нас считает теми, кеми мы являемся Нормальными людьми, серьезными За нас и за нами идут Серьезнейшие люди Их все больше и больше Поэтому, киберленинге, спасибо за это огромное Мы еще вас отблагодарим Вот А так, господа, год начинается вяло Ролик вот этот тоже будет очень простой Значит, нашли мы обыкновенный хандрит То, что такие поисковики, как Тимурчик и его команды Вытаскивают тысячами из пустыни Кстати, сколько они вытаскивают Никто даже и особо и не знает Потому что там идет, как он писал, 3-5 метеоритов в день А мы ищем всего лишь 1-2 в месяц И все это тысячами за бугор Поэтому наши 141 метеорит Это детский лебед Мы серьезно от Тимура отстаем Потому что у этих ребят все намного больше Поставлено на поток Делать деньги и так далее Поэтому мы нашли в этом году Единственное, что Тимуру спасибо за пиар Мы всегда приветствуем это Потому что люди всегда пишут Мы не знали Алексея А сейчас обязательно посмотрим Это очень хорошо Больше нас упоминайте Но следите за словами Поэтому мы нашли в этом году Еще раз скажу Обыкновенный хандрит Их падает больше всего Вот этот камешек Классический хандрит Вот он летел Вот такой он внутри Коричневый Есть даже блестит Мелкое железо Сейчас мы вам покажем на микроскопе Тут металлическое железо есть Оно мелкое Коричневые пятна Матрица Таких тысячи Короб ловление Блестит Металлом Классический метеоритик Ничего необычного в нем нет абсолютно К магниту он Липнет Даже простые магниты Его берут Мы такой типаж Называем парус Он распластанный Вот трещины какие-то от удара Значит Весит он Сейчас увидим сколько 4,165 То есть как вы видите Конечно же Три с половиной Как раз таки И есть Такой камешек На 4 килограмма Еще и даже за Ничего необычного Нашли мы его В поле Если обойдешь 30 полей То найдешь Либо как подкову Мы нашли Два года назад Либо Фугас Либо метеорит Слава богу Мы нашли метеорит Уж агод жесткий Могло быть хуже Но обычный Ржавенький Как видите Коричневая матрица Порой они серые Ну чаще всего Такие встречаются Вот Тут где тут Микроскопчик Наш простейший Значит Вот металлическое железо На экране Видите Крупицу Вот оно Металлическое железо Есть мелкое Хондры расплывчатые По большей части Так Сейчас Кору плавления Вам покажем Тоже состоит На поверхности Из Хондур Вот Блестит металл Это Кора плавления Ничего Необычного Друзья Таких Большинство Чуть ли не 90% Падает Такого добра Просто Если это находят Наши оппоненты Которые Нас Затрагивают На ровном месте То у них радости Полные штаны А для нас Это всего лишь 141 Камешек Подарим Каким-то Геологам Обменяем На снаряжение Или еще что-нибудь Или дешево Продадим Все в порядке Просто Хочется найти Что-то Друзья Экстраординарное Такое Тот же Железный Метеорит Которого У нас еще Нет пока Возле Ростова Он должен быть Точнее Вопрос Ставится не так Он есть Вопрос Лишь где И не один Вот Так Что вам еще Рассказать Главное В нашей В нашем Хобби Это вот Постоянно Двигаться Перемещаться И Тогда Можешь Находить Ну конечно Не так Как Тимур 3-5 Метеорита В день Но Скажем Хотя бы Один Метеорит В несколько Месяцев Потому что Россия Это сила Ошибка Наших оппонентов То что Они Вот Такую Хрень На Нашу Страну Это Уже Попадает Во первых Кое-хто Под Статью Злоупотребления Должностными Полномочиями А все А все Остальные Ну Приравниваются Вы Сами Понимаете Каким Людям Чтоб На Самую Великую Страну Такую Ерунду Вот Это Нести Что Там Метеоритов Нет Еще Чего-то Там Вот Нет Совести У определенных Людей Но Это Со временем Мы Докажем Это Не Так Легко Потому что Все Тут Круговая Порука И так Далее Поэтому Не Будем О Грустном А Будем О Веселом Следующие Ролики Будут Намного Лучше Друзья Весна Уже Снег Сошел В Ростове Скоро Мы Начнем Нашу Деятельность Вот Единственное Что Единственное Что Вот Переедание У нас Сейчас Эпидемия Вы Видите В этом Друзья Хватит Жрать Иначе Вы Превратитесь Вот В Меня Вот А А то И в Напарника А это Вообще Это Значит Теперь Что Еще Я Хочу Сказать Если Вы Думаете Что Вот Этот Метеоритик Он Самый Некрасивый Я Скажу Честно Я Даже Не Хотел Показывать Такое Но Мы Мы Тут Не Успели Потому Что Он Слегка Обветренный Но Если Его Нарезать Вот Так Как Раз Форма Располагает Он Плоский То Там Будет И металлическое Железо И нет Нет Да Идеально Хондра Потому Что Тут Микроскоп Не Показал Но Тут Есть Кое Где Оливиновые Хондры Мы Будем Делать Шлиф В конце Ролика Увидите Шлиф Вот Так Вот Что Я Вам Хочу Сказать Если Вы Думаете Что Это Самый Некрасивый Метеорит То Вы Тоже Ошибаетесь Потому Что Я Увидел Какие Метеориты Собирают Наши Оппоненты И Я Решил Показать Потому Что Это Средний Довольно Таки Даже Симпатичный Метеорит Он Такой Какой Он Должен Быть В Большинстве Случаев В России Тут Просто Мне Уже Позвонила Не Одна Сотня Людей Которые Хотят В России Заниматься Нашим Увлечением Этим Же Ездить Собирать То Все И Сам Смысл Что Эти Люди Немножко Не В Себе Они Не Понимают Они Идеализируют Метеориты Должны Будь Шандец Какие Друзья Как вы Не понимаете В сети То что вы Находите Набираем Метеориты Срезы Или просто Любые Вот Не будем Брать Железные Метеориты Железные Метеориты Это Вообще В хлам Ржавая Болванка Которая Может быть Слой Там Вот так Ржавчины Это Он Красивый Зеркальный Когда ты Его Отполируешь А вот Обычные Каменные Метеориты Все Что Есть В сети Во первых Это Все Самое Лучшее Во вторых Оно Со Всего Земного Шара И Так Далее Поэтому Почему Не котируются Калмыкия Казахстан И так далее Вот Россия Калмыкия Почему Вопрос Простейший Потому что Определенные Люди Наши Оппоненты Несколько Людей Их Четыре В России Которые Блокируют Рынок Метеоритный Не дают Таким Как мы И другим Простым Поисковикам Реализовать Находки И так далее Они Не котируют Калмыкию Которая Абсолютно Такая же Пустыня Куда Ездят Они Только По одной Причине Потому что Такие Небогатые Как я Мой Напарник И вы Люди Можем Поехать В Калмыкию И запросто Найти Метеорит А Вот Их Походы Тысяч Там Сто пятьдесят Двести А то и больше На человека Мы себе Позволить Не можем Ну что ж Мы будем Кредит Брать Что ли Для похода Поэтому Как бы Калмыкия Не котируется И Казахстан Тоже Там Вот это Лажа Что человек Искал Четырнадцать лет В Казахстан И нашел Один Метеорит Я не знаю Кем надо быть Не хочу Никого обидеть Чтоб Четырнадцать лет На огромной территории Искать И найти Только один Метеорит Я понимаю Четырнадцать Метеоритов Найти в год Если ты Нормально Настроен У тебя есть Машина Ты кругом Ездишь И так далее Там А что Четырнадцать лет А что не двадцать Не тридцать Что-то мало Он искал Надо больше Искать Как бы Это Из разряда Лажи А что касается Вот этих вещей Сто на сто Квадратных километров Десять тысяч И в В этой В пространстве В этом падает Один метеорит В год То это ерунда Хотя бы Потому что Ну уверяю вас Метеориты Не падают Равномерно Не хочется Обидеть Некоторых Астрономов Просто Ну не умно Считать Я же говорю Если Над всей Планетой Вся планета Открыта Для падения То падается Все равномерно Ну нет Конечно Просто Чтоб это доказать Это дорого Нужны камеры Вот даже Где я живу Балка Тимирник Простейшая Не боюсь Сказать Честно Тут Не один Завод Тут Три Завода За всю Жизнь Миллионы Миллиарды Шлаков Вывалило И что Шлак Можно что ли Спутать С метеоритом Это знаете Это такая же Туфта Как сейчас Там Как бы Вот это Вот В политике Вот это Разные На нашу страну Дезинформация Льется Это 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 Абсолютная Туфта Шлак Никогда Ты Не Спутаешь С метеоритом Талпа Борис Васильевич Настоящий Специалист В отличие от наших Оппонентов По техногену Вообще Сказал Что у нас Метеориты Хотя Мы просили Его Сказать Просто Что это Не техноген Но так Как Борис Васильевич Широкой души Человек Он Сказал Прямиком Правду Потому что Он геолог С огромным Стажем И так далее Но Придется Еще Других Техногенщиков Привлекать Придется Мы пойдем До конца Будем делать Союз Причем Может даже Международный Но как минимум Российский Что ж мы Если кто захочет Там С Чехии Или с Польши Или еще откуда-то Вступить в наш союз Мы что Запретим что ли Придется Наверное Делать Международный союз Потому что Немало Хороших людей Где угодно Несмотря на Политические Разногласия Наших стран Нас поддерживают И с Украины И с Чехии И откуда угодно Люди Спасибо им за это На добро И справедливость Мы будем Отвечать Абсолютно Адекватно На мелкие Пакости Вроде Вот этих Комментариев Еще Мы будем Конечно Молчать Просто К чему Вот это Я понять Не могу Вот Ну как ты То Звонки Корреспондентам Ну как ты Остановишь Поезд Как ты Шлифы Сертифицировать Но уже Только По шлифу Уже Можно Давать Добро А вот Полностью Противоположное По внешнему Виду Давать Добро Или Браковать Нельзя Вот Это Мошенничество Друзья Видите Все наоборот Из больной Головы На здоровую Наши оппоненты Валят На нас Типа Мы Мошенники Хотя Сами Вот Тимурчик Не надо было Тебе Меня трогать Брат Я Я Я такой Дурак Я Правду Сейчас скажу Вот Последний Случай Вот Есть Такой Человек Борис Созова Вот Наш Подписчик Борисыч Привет Тебе Очень Хороший Человек Увлекся Вольно Невольно Метеоритикой Значит Поехал В Адыгею На Речку Белую Всем Известную Нашел Камешек Граммов 300-400 Ржавый Но не в хлам На гранях Блестит металл Полноценное Коробловление Такой Чуть ли не Бежевый Такой Очень Легкая Ржавчина Какая Бывает Ну Чуть ли не Только В метеоритах Только Такая Классика Внутри Серый Ну Хандритик Как вот Коричневый Серый В нем Металлическое Железо Сдуру Мы с ним Даже вот Чуть не Поцапались Обратился К Тимурчику Что сказал Тимурчик Это что-то Вроде Осадочных Пород Ребята Я пять лет А то и больше Учу вас Врать Вы даже Врать Не умеете Это никуда Не годится Так врать Блин Ну вы мне Напишите Я вам буду По пунктам Как надо Врать Населению В осадочных Породах Любой Даже Самый Отсталый Геолог Скажет Ну никогда Не бывает Металлического Железа Никогда Ни в одной Осадочной Породе Ни в доломите В известняке В гипсе В кальците Или в других Двух десятках Осадочных Пород Никогда Не будет Металлического Железа Ну что ж Вы себя Так подставляете Ну елки Палки Есть переписка Если что Мы можем Показать Если Тимур Сейчас начнет Что вот Такого не было Не Мы покажем Тогда Переписку Еще и не Такую Покажем Переписку У нас уже Накопилось Переписок Нам же Люди Все Отправляют Поэтому Когда Вы Общаетесь С населением Каждый Из них Может быть Наш агент Вы думаете Что Говорите А то Вы Что-то Не думаете О Последствиях Вот Так что Друзья В конце Ролика Вас ждет Подборка Красивейших Метеоритов Мира В кавычках И Нашли Конечно же Большую часть Наши оппоненты Именно И мы покажем Что не надо Брать в руки Даже Ну конечно же Это настоящие Метеориты Они сертифицированы И так далее Но Судить вам Вы сами Пойдете Какая-то Хрень на вид А мы Вам Стараемся Даже Не все Показывать Чтобы Вот если бы Я такое Нашел Вот что вы Увидите В конце ролика Там 12 или 13 Образцов На нас Полилась бы Вообще Помой И пакость Хотя и так Льется Даже на самое лучшее Вот А вот Видите Пакость Но с бумажкой Это уже не пакость Это уже Настоящее Вещество Которое Ааа Не дай бог Резать Болгаркой Или кому-то Подарить Или еще Что-нибудь Ааа Наш Геолог Один Крутейший Был В Москве Недавно И он Кроме Цен Вот этих Метеоритных Магазинах Что он Очень удивился Он обалдел Какие там Цены Так вот Его поразила Еще целая Коробка Метеоритов Озерки Друзья Вы Понимаете Что Ну Физически Не может Быть Коробки метеоритов их нашли там считанные эти а в ролике что было как там начальство геохилла молокомедию это такое событие я уже сказал смотри сколько будет цену набивают и правильно там 500 или 700 или больше баксов это такое событие для России это так круто и потом наш геолог спрашивает ребята я всю жизнь вашу дивизию на фотоаппарате специальная шкала геологическая там с номерами чтобы ты фотографируешь образец чтобы потом ты мог сравнить что никакого обмана что это вот этот вот образец фотографировал он на хранение отдается короче целое дело простых образцов это доказательство а у вас тут метеориты стоят миллионы и так далее а у вас никаких этих вы мне даете сертификат в который пурга написано шитый белыми нитками но наши специалисты гарантируют это что это метеориты если нет мы вернем деньги ну короче детский лепет вот это вы что издеваетесь сказал наш геолог вы что прикалываетесь и потом откуда у вас озерков которые кстати ржавые на ржавчину ему сказали там пришла санат педстанция чем-то все обработала вот они и заржавели тоже явная ну какая-то туфта но сам смысл что мы сделаем союз сделаем такой же абсолютно уже устав кстати у нас есть написан не скажу как называется чтоб не сглазить ну что наши оппоненты так нас любят что и врагов нам не надо вот короче они 20 тысяч за нас отдадут чтобы это название красивое только забить поэтому мы мы не скажем это название пока чтоб не сглазить ну что очень хорошее название мы подобрали и сделаем такой же пункт в уставе также шиты белыми нитками наши геологи гарантируют что это метеорит и доказательства шлифы хондры то все пятое десятое и так далее все в чем будет проблема наши оппоненты что говорили не обязательно метеорит должен иметь сертификат если это настоящий метеорит его и так купят расшифровываю тут чуть-чуть это говорил Дмитрий тут чуть-чуть недосказано они забыли сказать что если четыре человека которые контролируют этот рынок все равно объединятся что и происходит они даже ответы корректируют вот вы обращаетесь вот этот камешек скажите вот этот камешек это метеорит и кое-кто начинает нести пургу или наоборот подтверждать и другие поют под унисон если вы не в курсе вот вот такой прикол или поправляют его резко и он тоже о да 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 извините я первую часть там вашего сообщения не прочел там под дурака там что-то какую-то у нас нет же ответственности пока но это пока вот поэтому в общем картина пока грустная но я вам скажу что в этом году и вообще в ближайших все переменится потому что это жесткие годы именно для для лживых людей для лживых для корыстных и так далее поэтому все будет хорошо друзья не для всех конечно но для нормальных людей будет поэтому просто будьте честными людьми и вам бояться тогда нечего будет и еще сами подумайте тут все наоборот перевернуто поэтому я же вам объясняю что ну даже специалист должен должен руководствоваться при оценке доказательствами какими являются ну в метеоритах это все вместе в совокупности в большинстве случаев короплавление средняя плотность три с половиной магнитность хондры не всегда далеко но ударное там плавление и другие вещи то есть не наоборот мнение голимое какое-то мнение какого-то там специалиста какого-то там младшего сотрудника который оценивает все по такой пурге который он даже вам объяснить не может у него нет аргументов а наоборот все даже оценка специалиста должна идти по этим доказательствам они нет я младший сотрудник вот это это туфта почему дружище наоборот все обоснуй у нас все обосновано плотность тут три с половиной ровно я вам скажу металлическое железо есть если еще пилену там будут более большие зерна хондры кое-где есть шлиф мы вам предоставим сама матрица коричневая кора плавления вообще идеальная талонная проглядывает ржавчина она далеко не на всех метеоритах но тут она есть в чем проблема и еще много чего другого то есть все наоборот надо этот это осиное нездо этот гнойник ворошить друзья надо задаваться вопросом надо делать все прозрачным вот тот не к ночи будь опомянутый Тимур Крючко блин вот замечательный человек что он говорил в своих роликах давно еще практически то же самое что и я если вы хотите облегчить работу специалистам сделайте шлиф он одно говорил сделайте шлиф а я говорил всего лишь две вещи сделайте шлиф и микрозондовый анализ металлического железа на никель ну я чуть полнее картину давал железо на никель шлиф на структуру и на все остальное минералы ну вот говорим мы одинаковые вещи а знаний даже у кое-кого может даже больше в чем-то у Тимура в чем-то то что мы не знаем он же с этими ребятами общается вот а у нас в чем-то другом кое-что больше знания раньше мы намного больше Тимура знали он нам писал комплименты мы идиоты что мы это не сохранили вот эту перебина была сохранить а потом мы по разные стороны баррикад стали как-то вот само по себе ну мы Тимуру писали там Тимур брат там а ты в геухи не можешь на наш образец там он вежливо но уклончиво отвечал о чем типа я сам тогда свое это там как я могу за других носить просто если бы он понес наш образец то от него он бы получил добро поэтому Тимур не может никому помочь потому что я же вам говорю самое последнее что нужно иметь это настоящий метеорит нет 99% и 99% надо иметь связи с лабораторией по другому ну никак а настоящих метеоритов их мало на определенном участке поверхности планеты а в определенные вещи они тысячами стекаются на разные ярмарки выставки в том числе в геохии и так далее понимаете и потому там жируют там это туфта это то в печку это то это все там трещин нет это нет это фигня это разве магнитность это то все это а полоситов у вас нет а то и женщина вот надежда сергеевна кстати привет вам надежда сергеевна которая нас поддерживает очень хорошо принесла полоси по сути дела что ей сказали да вы знаете у нас их столько комитет дословно нам некогда то все там еще что-то начинается игры какие-то там типа да как бы или сами наши оппоненты то извиняюсь начинают обсирать чей-то образец то тут же пишут да мы выкупим потом опять идет какой-то хрень ребята хочется реально спросить вы вообще сами себя уважаете до чего вы нахрен докатились вот не хочу обидеть арабов или еще кого-то в пустынях уже давно они сами собирают и у них этих метеоритов вот так кучки для туристов продаются как у нас картошка и почти по такой цене а тут разные гадюшные форумы там не будем называть их там ну где полная пурга несется людям где разные молодые тупые геологи которые откровенно предвзяты не будем говорить какого они пола льют помой не знают под дурачков там косят про плотность даже другие вещи там эта группа это кварцит или фигит или ну еще раз дурнем объясняю любая группа кварца плотность 2,6 тире 2,7 все ну что ж вы себя не уважаете так ребята ну найдешь ты допустим что-то бесформенное тогда да настоящая наука должна определять не в каждой лаборатории даже некоторые вещи ты определишь не то что дома вот как Марс определяется не в каждой лаборатории Луна мы делим Луну на три вещи то что легко определить на коленке просто по составу все остальные атрибуты есть то что определишь и дома и в лаборатории и то что ты хрен даже в какой лаборатории определишь вот хотя бы Луна на три вещи у нас градации три целых существует Марс абсолютно ты не определишь другие вещи черт знает сколько у нас вещей есть которые тоже абсолютно не определишь поэтому ну ребята давайте хоть чуть-чуть уважать себя самих оппонентов и делать вид что мы приличные люди и хватит жрать а то превратитесь в меня да чуть не забыл это стишки про напарника так напарник веди себя спокойно это самое главное итак стишки мы солдаты невидимого фронта нас два человека а мы как будто рота а мой напарник стоит целый взвод растет все больше он каждый год ах сколько пьет он и сколько ест поставим скоро на роликах мы крест какой же к черту теперь он оператор его б настройку да в руки перфоратор сейчас размером он реально слон ума немного зато силен ну все друзья всем короче пока по техническим причинам мы не можем короче это вещать сегодня что-то год какой-то жесткий это в общем подписывайтесь на наш канал всем пока что-то что-то Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok